Совсем недавно Каспийчанин, участник СВО Дамир Эмирханов, вернулся домой в связи с тяжелым полученным ранением. Находясь на передовой, мужчина с боевыми товарищами по приказу главнокомандующего были направлены на контрнаступление в поселок Малые Щербаки Запорожской области. Попали под минометный огонь, то есть у них там сидели эти, мы их называем, глаза. Они нас обнаружили или на нашу рту. После этого под обстрелами мы как-то держались. Ну, не отошли, но понесли, да, трехсотые по-любому. Без этого не бывает. У Дамира есть военный опыт. Он является ветераном боевых действий, а также проходил службу по контракту в Чечне. Как только началась специальная военная операция на Украине, мужчина не раздумывая решил пойти добровольцем. Личный состав в Каспийске был уже укомплектован, поэтому боец отправился в Буйнакс, где и заключил контракт на полгода. Ну, я как-то был военным, я уже знал, что надо поехать. Поэтому собрался и поехал. Ну, все осознал, я знаю, куда я еду. Ну, давай не будем, говорит, вот эти ненужные разговоры везти. Я, говорит, еду туда, я знаю, для чего я еду. И мы с ним попрощались возле части, обняли все и дошел в части, он уже его отправил. Как утверждает боец, находясь на линии соприкосновения с врагом, ему с товарищами не раз приходилось принимать тяжелые решения. Он отмечает, что на линии фронта Братство народов России особенно ощутимо. Каждый помогает друг другу. Там каждый друг за другом, как братья, мы же понимаем, там даже брата ближе не бывает, так как там объединяет. В результате тяжелого ранения у Дамира были сильно повреждены внутренние органы и правая нога. Мама бойца Айшат на всю жизнь запомнила тот момент, когда впервые увидела своего раненого сына в Севастопольском госпитале. Мы его видели, у нас ноги, руки вот так дрожали, прям не с на руки, там не нужно. И здесь, и так, и полностью, и здесь, и здесь, полностью, отсюда, начинает полностью, ну, разорван, ну, как кусками. Там мясо вообще не оставалось. Когда в ложе, такая в ложе крови это вообще было. Я говорю, как он еще остался, значит, слова нет. Это Аллах, что он нам дал, такой это вот, ему вторую жизнь дал. После медучреждения в Севастополе мужчину перетранспортировали в клинический госпиталь имени Вишневского в Московской области. Ему провели уже множество операций, но самое главное – сохранили ногу. Сейчас мужчине предстоит еще одна операция, а пока он находится на реабилитации. Для скорейшего выздоровления Дамиру нужен специальный аппарат, которого, по его словам, к сожалению, в Дагестане нет. Для оказания помощи по поручению главы Каспийска Бориса Гонцова прибыл председатель Совета ветеранов Афганистана и местного отделения боевое братство Магомед Арибьяковов, который пообещал посодействовать в данном вопросе. Боевое братство вообще объединяет всех ветеранов боевых действий. Это Чечня, Сирия, Афганистан, СВО. Отметим, что военный комиссариат Каспийска совместно со штабом «Мы вместе». и другими структурами помогут семье Эмирбековых с получением всех необходимых выплат. Также семью часто посещает специалистка ЦСОН Юлия Мавредиева, которая оказывает большую поддержку. Мы очень признательны, очень благодарны, потому что одна из первых, вот как я знаю, этот человек к нам пришла, даже на тех этапах она и приходила, и разговаривала, и помогала, поэтому в этом плане ей огромное спасибо. Как отметили присутствующие, родители Дамира достойно воспитали своих детей. В свою очередь Айшата Мирханова говорит, что Дамир не смог бы поступить иначе и сидеть дома, пока его многочисленные родственники и земляки днем и ночью защищают нашу родину. Она благодарна Всевышнему за то, что ее сын вернулся домой живой. И самое главное, чтобы мир был в этом земле, чтобы эта война закончилась, чтобы быстрее, чтобы наши ребята все возвращались домой к своим матерям, к своим детям, к своим родственникам, чтобы был мир. Ну, конечно, здоровья не вернешь, но хоть все равно мы гордимся за такого сына, мы гордимся за то, что он героически пошел.